Мемориальный турнир памяти Евгения Строкача по армейскому рукопашному бою прошел в Уссурийске. Бой бойцы прикладного единоборства к крупным региональным соревнованиям готовились основательно. Работу в спарринге совмещали и с судейскими семинарами, чтобы избежать травм и ошибок в погоне за медалями. Первенство округа по армейскому рукопашному бою для младших юношей дало старт соревнованиям в новом году. На ковре самые маленькие бойцы из Уссурийской, Лучегорской и Черниговки. И 70 спортсменов только начинают свою карьеру. И тренеры смотрят на их успехи и рост мастерства с начала учебно-тренировочного года. Судят их старшие юноши. Для 16-летних подростков это семинар. После теории парни на практике учатся оценивать броски и удары. Удар, например, оценивается где в 2 балла, где в 3 балла, где в 1 балл. Вот сейчас были такие моменты, когда 1 балл очень хороший удар в корпус. Очень хорошие были удары в корпус. Кто-то написал, кто-то не написал. Пришлось объяснять. Работа в качестве судей помогает и в бою. Удары и броски становятся более точными и стратегически просчитанными. Спустя пару недель эти знания юниоры применяют на практике на региональном турнире памяти Евгения Строкача. Евгений погиб при выполнении спецзадания в Северо-Кавказском регионе. Уссурит занимался боксом, кикбоксингом, а во время службы – армейским рукопашным боем. После гибели Евгения его наставник и товарищи по залу приняли решение организовать мемориальный турнир. А главный гость на нем – мама погибшего героя. Региональный турнир памяти Евгения Строкача собрал 120 участников из 8 команд. По общему количеству медалей хозяева ковра спортсмены Федерации рукопашного боя Уссурийская и Уссурийского района стали лучшими. На втором месте команда Черниговки тройку призеров замкнули суворовцы. Павел Зайцев, Наталья Зайцева, Панорама.